Мухтар Аблязов вызвал Даригу на дебаты. Была религиозная группа Фолуньгунь, и эту группу, те, кто проповедует эту религию, китайцы, значит, задерживали, сажали их в тюрьмы и убивали их, убивали по заказу, вскрывали, потом внутренние органы вскрывали, когда человек был живой, изликали почки, печень, сердце, легкие, роговицу, кожу. Это все делали у живых людей. И трибунал, который носит название, как бы, китайский трибунал при ООН, озвучил эти факты, что такие же насильственные извлечения были организованы против мусульманского населения, Суар, против казахов, уйгур, кыргызов. Также выясняется, такие же методы применялись против тибетцев и некоторых христианских сект. Вы представляете, это в 21 веке есть информация, что до полутора миллиона человек подверглись вот такому уничтожению. Вы просто вдумайтесь. И, конечно же, наши власти, Назарбаев, Токаев, Дарига Назарбаева, были об этом в курсе. На территории Китая у нас работает посольство. Понятно, что все эти доклады клались на стол к Назарбаеву, Токаеву и к Дариге Назарбаевой. И вот, соответственно, у меня вопрос. Как можно дружить с властями, которые осуществляют геноцид целых народов? То учите китайский. Китай – наша судьба. Как может быть Китай нашей судьбой, где присутствуют конституционные лагеря, где пытают людей, где в течение длительного времени у живых людей извлекались внутренние органы? И вот представьте, уважаемые друзья, наша политическая верхушка Назарбаев, Токаев, Дарига Назарбаева жмут руку представителям китайской власти. Они хотят затащить в нашу страну 55 китайских заводов. Они говорят, что мы построим поезд шелковый стоимостью 1 триллион долларов, который замкнет и Казахстан, и Центрально-Азиатские страны, и Пакистан, и другие страны. И что мы имеем? Мы имеем партнеров, что чудовище. Я, конечно, еще раз скажу, сказать, что это не народ Китая, это китайское правительство, китайские власти. Это же чудовище. Наши так называемые руководители жмут им руки, делают с ними бизнес. Дарига как-то сказала про детей в детских домах, что вот нужно, чтобы все посмотрели на этих детей-уродов. Так кто урод, Дарига? Вы, твой отец Марсултан Назарбаев, Касмжумар Такаев, ты сама. Не вы ли уроды?